Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как можно прошить данную плату, не используя Stalink, Usart и прочих приблуд. То есть сегодня мы зальем прошибку через USB-разъем, находящийся на плате. Здесь всего лишь я буду подавать питание. Итак, давайте приступим. Список поддерживаемых устройств для данного протокола можно найти, скачав данный AppNote. Как видим, здесь нет нашего малыша, так сказать. То есть прошить его с помощью USB не получится. Но это, я не сказал, что это не невозможно, так как есть энтузиасты, которые переделают загрузчик со сторонних плат, близких к данной, и тоже всё работает. Ну, мне пока это как бы особо не надо, я всего лишь хочу продемонстрировать, что это возможно для F4 Discovery. Как видим, она здесь присутствует. Также, что это невозможно для F103 серии, написано здесь. То есть, как видим, здесь поддерживается только один режим загрузки бутлодера. Итак, для начала нам необходимо скачать программы. Забиваем в поиске USB Defue Botloader STM32 и мы попадаем на сайт STMicroelectronics. Здесь мы нажимаем скачать и нас ожидают следующие пункты. Как бы я всё дело установил, но я сделал скриншоты. И давайте посмотрим. То есть, вас попросят сначала ввести некоторые данные, далее вам на ваш email отправят ссылку. По этой ссылке вы сможете скачать программу и установить её. Перед установкой программы, то есть, для Discovery необходимо здесь взять свободные, скажем так, перемычки и установить, здесь её поставил BOOT0 к VDD. Не знаю, видно, не видно. Пин BOOT0, сейчас накоротка сидит на питании. Далее. Нужно зайти в папку, куда установлена программа и установить драйвера. Если же мы попытаемся установить драйвера напрямую из диспетчера устройств, то нас ждёт данное сообщение, скорее всего. То есть, у вас ничего не выйдет. Необходимо зайти в папку с драйверами и напрямую установить их для вашей системы. Тогда вас ожидает долгожданное, как бы, вот такая менюшка, что всё нормально установлено и установка драйверов успешно завершена. Итак, в KEL необходимо сделать следующие настройки, если у вас KEL. Необходимо настроить выход HEX файла из самой программы. То есть, заходим во вкладку OPUT и нажимаем CREATE HEX файл. Его можно найти по данному пути, который здесь указан. И так, после того, как вы скачали программу и установили драйвера, у вас будут следующие программы. Они будут не на рабочем столе, а, скорее всего, там, где пуск и все программы. Я их перетащил сюда. После того, как я установил четвёртую версию 3.0.4, для данной программы и попытался создать, скажем, DEFU файл для начала. Вот, мы пробуем создать файл. Он нам необходим, чтобы потом воспользоваться второй программой для прошивки самого микроконтроллера. Я выбираю HEX файл, который был сгенерирован программой. OK. Нажимаю открыть, и у меня пишет ошибка. Я начал шустрить форумы и пришёл к выводу, что необходимо... То есть, после каждого обновления у них то работает, то не работает данная программа. Я скачал версию помладше, версия 3.0.3. Ссылка на неё будет под видео. Вы сможете скачать её. Там же есть сразу и драйвера, по идее. Но драйвера у меня сейчас так установлены, скажем так, от 3.0.4. Я думаю, они одинаковые, то же самое, что для 3.0.3 будет. Но, скажем так, создание DEVU файла я использую четвёртую, третью версию точнее. Вот она. Так, сейчас посмотрим. Вот, третья версия. Как видим, версия 3.0.3. Сейчас я заново, получается... Так, удаляем. Заново попытаюсь создать DEVU файл. Итак. Ищем HEX файл. Открываем. Нажимаем открыть. Как видим, всё нормально. Имидж открылся. И нажимаем вкладку сгенерировать. Даём имя. 1.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3.0.3 Точнее, не его, потому что это как бы хекс не с этой файлы. У меня есть как бы уже сделаны два файлика. Один из них, скажем так, заливаешь. Ничего не будет работать, другой будет работать для Discovery. Итак, сейчас я подготовлюсь и продолжим. Итак, сейчас платка с этой стороны подключена к источнику внешнего питания. Сейчас мы с вами в этом убедимся. Вот, видим, да. Здесь это у меня подключена мышка. Вот её. И с другой стороны у меня подключена USB компьютера. Итак. Видим, что в диспетчере устройств, когда у нас установлены здесь BOOT 0 и VDD перемычка, и подключена USB после того, как мы установили все драйвера, есть устройство STM Device in the FU mode. До этого, получается, если драйвера не установлены, у нас будет следующее устройство в диспетчере. STM 32 будет лодер. То есть, перед тем, как установить драйвера, если сюда поставить перемычку, как я сделал, и нажать Reset, то у нас должно быть такое устройство. То есть, сейчас у нас всё подключено и правильно определяется. Идём дальше. То есть, сейчас у меня открыта программа DEFU DEMO. И сейчас мы выберем файл для заливки. Как видим, сейчас проверим. То есть, я снимаю перемычку, нажимаю Reset. У меня сейчас мигают светодиоды. По кругу. Это один из прошлых уроков, давних. Сейчас я вешаю перемычку назад, нажимаю Reset. Всё. У нас определилась здесь платка. Сейчас мы выбираем пункт Chose. Выбираем вот этот файл. То есть, сейчас светодиоды не должны будут мигать. Открываем его. И нажимаем Upgrade. Соглашаемся. Всё. Плата прошита. Снимаем перемычку. Нажимаем Reset. Как видим, ничего не работает. Опять ставим перемычку. Выбираем другой файл. Открываем и нажимаем Upgrade. Вот в чём прикол. То есть, видим, сейчас плата не определяется. Нам необходимо, после того, как мы подключили, поставили назад перемычку, нажать Reset. И плата должна определиться. Смотрим, нажал Reset, плата определилась. И теперь мы можем нажать Upgrade. Нажимаем Upgrade. Всё. Снимаем перемычку. Нажимаем Reset. Как видим, всё мигает. Пункты, вот эти вот ID. Так, сейчас нажимаю опять, покажу вам. Поставлю перемычку назад. Видим, плата опять определилась. Вот эти вот ID, их можно, по идее, переносить сюда. Но я не переносил, у меня всё работало. Ссылка на программу версии 3.0.3 будет под видео. Всем, кому понравилось, ставим лайки и подписываемся на канал. Всем спасибо.